Здравствуйте! Это снова Страна энтузиастов! Экспедиция длиной в 25 тысяч километров и 50 дней из Магадана на Кольский полуостров, на норвежскую границу. И мы добрались до Якутска. После трассы Колыма, после этих абсолютно диких краев, Якутск со светофорами, магазинами, ресторанами. 300-тысячный Якутск, вроде бы не очень большой город, кажется настоящим мегаполисом и центром мировой цивилизации. Мы в Якутске далеко не первый раз и видим, как город с каждым годом хорошеет. Он становится по-настоящему европейским. Здесь есть, в общем-то, все, что нужно человеку, несмотря на суровые условия, для современной, комфортной, активной жизни. Но вместе с тем здесь сохраняется дух такого позитивного авантюризма, дух первооткрывательства. Потому что все-таки это столица самого большого административного образования в составе Российской Федерации. Целого края, который по территории больше всей Западной Европы. Но с очень маленькой плотностью населения и с огромным количеством абсолютно диких, нетронутых пространств. Петр Бекетов, который основал Якутск почти 400 лет назад, и сегодня может гордиться своими потомками. Людьми, которые продолжают его дело, продолжают открывать эти бескрайние края. И с одним из таких героев, героев нашей экспедиции «Страна энтузиастов» мы сейчас и познакомимся. Простой и скромный инструктор по туризму Михаил Местников 10 лет назад решил, что именно он должен открыть и для соотечественников, россиян, и для иностранцев самые потаенные уголки своего родного края. И он это сделал, став одним из лидеров российской туристической индустрии. И сделал он это, опираясь только на собственный опыт, собственные знания и веру в то дело, которому решил себя посвятить. Ну и, конечно, верой в друзей, которые ему помогли. Ну, я пришел сам с спортивного туризма. У меня как бы большой опыт в этом плане, да. И в 2019 году, когда мы создали турфирму свою, ну, стали туроператором официальным, пришла идея возить людей там, где мы были раньше, ну, и расширять границы. Якутия очень большая. И тут очень много неизвестных мест. Ну, бывало так, что сами местные не знают такие места, где водопады, наледи, скалы. Ну, они не знали. В последние годы появился большой интерес западных регионов страны и восточных тоже. Начиная от Владивостока до Мурманска, до Карелии приезжают. В последние годы подъем такой большой, активного туризма. Люди стали ходить, ну, и как бы мы попали в эту струю, в этот поток. Ну, возможно, какая-то часть этого заслуга наша, то, что мы их стали поддерживать в этом начинании, возить их. И они вместе с нами стали ездить, ну, туда, где это раньше невозможно было. А все начиналось с одного маршрута, не описанного ни в одном официальном путеводителе. Вот есть река Синяя, Синьские столбы, они не менее интересны, тем Ленские столбы знаменитые. В 2012 году, когда собирали первую группу, мы еле собрали группу с четырех человек, туристов. Пошли отчеты, фотоотчеты в этих соцсетях, люди стали узнавать. Буквально через три-четыре года уже стали собирать группу по, ну, летнее время, по восемь, по десять групп за летнее время, и при том группы полные. В начале этого года маршрут «Золотые скалы реки Синя» заняло первое место в России. В конкурсе маршрутов «Маршрут года». Даже в условиях устойчивой сложившейся инфраструктуры и раскрученных достопримечательностей требуется немало усилий, чтобы привлечь гостей к новому маршруту. А когда этот маршрут еще никем не хожен? Популяризировать один маршрут – это где-то два-три года. Два-три года, чтобы люди узнали. Ну, начинается с малого. В начале обычно у нас это разведывательный выход, знакомство с маршрутом, описание маршрута, фотографирование, снимаем на видео и потом потихоньку начинаем работать. В основном тут помогает агентство. Туризм – это что такое? Это не только познание, но это и рабочие места. Вот, например, возьмем популярный маршрут Аймеконский на Аймекон, да? Мы как-то посчитали, получилось, что 15 разных людей принимает в нашем туре. То есть это и коневоды, и якутские коровы, туда вот водим даже туристов. Это тропа охотника, тропа рыболова, сувенирщики, дом культуры. Когда туризм приходит в какое-нибудь село, и там начинается подъем у людей. Ну, это дополнительный доход. Например, на севере, работы с бюджетом, в бюджетной сфере нет ничего. И когда приходит туда туризм, там уже появляются рабочие места. В данное время у нас рабочих 20 маршрутов, летних, и столько же зимних. То есть мы работаем круглогично, невзирая на условия природы, на холод. Ну, я хотел бы сказать еще об инструкторах-проводниках, которые начали работать у нас. Ну, благодаря им это как бы расширяем свои границы, да? Песни «Колабельды». Мы поедем и помчимся, на оленях утром раним, и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Вокруг тундра, гола, чум, олени. Ну, к сожалению, люди воспринимают Якутию, принимают Якутию таким. Но тут совсем другое. Вы сами знаете, какая она Якутия. Тут очень красиво. Все есть. И горы, и реки полные рыбой. Ну что ж, остается Михаилу пожелать новых открытий, которые позволят проложить новые маршруты. Ведь по Якутии их можно сделать не 20, не 40, а все 50, не даже 100, потому что это настоящий туристический клондайк. Это непаханное поле для новых впечатлений, новых эмоций и новых первооткрывателей. А мы движемся дальше по нашему маршруту. Впереди трасса Лена. Мы едем на юг. Для того, чтобы нам вернуться на федеральную трассу, теперь уже Лена, нам нужно опять оказаться в Нижнем Пестяке, там, где заканчивается трасса Колыма. И вот для этого придется воспользоваться снова паромом, потому что Якутий стоит на другом берегу Великой Сибирской реки. Это огромная проблема для жителей одного из самых больших городов Восточной Сибири. На лыжах ходили. Ух ты! Вы на лыжах ходили в тикси? Да. Обалдеть. На первом этаже. На чердаке. Поленья. Поленья. Да. Дедокмал. Ага. Кобяеви. Так, что за трамы делать? Ну, что-нибудь хорошее вспоминаю. То есть оладушек мы оладушкам кормим реку? Да. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо огромное. Спасибо вам. Мост здесь ждут уже несколько десятков лет. Длина этого моста по проекту должна быть около 19 километров. И это должен быть комбинированный автомобильный и железнодорожный мост. Дело в том, что рельсы от БАМа в Нижний Бестях уже протянули. И осталось только свершить последний и самый тяжелый рывок. Это бросить эти рельсы через мост на запад. Собственно, в сам Якутск. Столицу республики Саха. И вот с этим большая проблема. Проект моста уже закончен. Начались уже первые работы. Но когда они будут закончены? Большой и большой вопрос. А пока паромы. И вот тут надо заметить, что порядок на них наконец-то навели. Вот раньше человек неискушенный, приезжая в Нижний Бестях, например, просто терялся. Откуда уходит паром? Где очередь? Сколько стоит? Все было абсолютно непрозрачно и, ну скажем так, понятийно. А сейчас четкая разметка, светофоры, шлагбаумы, электронное табло с номером парома, на который идет посадка и указатели причалов. Так что ошибиться невозможно. Но что касается расценок, то они зависят от оператора, ну и от сезона тоже. Сейчас на реке уже встает лед. Еще чуть-чуть и паромы начнут ходить при помощи ледоколов. До той поры, пока лед не встанет окончательно. И я думаю, что цены будут расти. Но, по крайней мере, перевозка нашего Peugeot Traveler нам обошлась уже в 3250 рублей в один конец. Это серьезные деньги, а для местных с небольшими доходами вдвойне. Но пусть и не за копеечку, но мы оказываемся на другом берегу реки. И мы готовы продолжать наше путешествие дальше по стране энтузиастов. Впереди нас ждет трасса Лена. Это тысяча километров до Сковородино. До того места, где трасса Лена будет пересекаться с трассой Амур и выйдет на Транссибирскую железнодорожную магистраль. На Старый Сибирский тракт, фактически. Некогда это была страшная дорога. Она была даже ужаснее, чем трасса Колыма. Поскольку Колыма идет в основном по скальникам, по твердым породам. А здесь болотины и машины вязли буквально по зеркала. Нелегковые фуры. Ну, а трассу сделали. За нее принялись серьезно лет 10 назад. И сегодня она уже процентов на 75 закатана в асфальт. И я думаю, что еще год-два и асфальтовая ниточка от Сковородино до Нижнего Бестяха станет беспрерывной. На трассе появились современные бензоколонки. Она начинает обрастать добротной инфраструктурой. Но, конечно, все равно места эти остаются дикими и маломаселенными. Более того, если вы думаете, что мы попрощались с Димушкой зимой, то вы ошибаетесь. Мороз и солнце. День чудесный. Дни по мере нашего продвижения на юг, дни становятся длиннее, а цены на топливо падают. И вот уже в Сковородино на стыке трасс Лена и Амур дистопливо, а мы используем именно его во всех наших автомобилях, автомобилях нашего пробега, стоит уже меньше 60 рублей. Вот такой психологический барьер преодолен. Посмотрим, что будет дальше. Нерингри, к которому мы уверенно едем на юг, это еще одна из самых холодных точек Якутии. И вы знаете, вот по моему опыту, снег здесь бывает даже тогда, когда его нет нигде, ни в каком другом месте. Его действительно прямо на глазах становится все больше и больше. Вот там уже появляется серая туча, которая серьезно метет. И я думаю, что мы въезжаем в настоящую зиму. Хотя температура поднимается, ну, естественно, это связано с надвигающимся снегопадом. Но, в общем, никаких проблем на самом деле мы не видим, поскольку у нас стоят современные шины Continental Viking Contact 7. Шины не шипованные, но для заснеженной дороги как раз то, что нужно. Ну и кроме того, у нашего Peugeot Traveler все-таки полный привод Данжель. И этот полный привод работает очень эффективно, несмотря на свою проверенную временем несколько консервативную конструкцию. Вот как раз, опять же, для вот таких дорог, для таких условий, чем проще, тем лучше. И это работает безотказно. Кстати, наш Peugeot Traveler 4x4 стал своеобразной передвижной лабораторией для обкатки нового российского высокотехнологичного продукта. Речь идет о маслах Cooper, которые залиты в двигатель и в трансмиссию нашего минивэна. Это продукт отечественный, который использует конверсионные наработки, связанные со снижением трения в трущихся деталях. Это так, вкратце. Если будет интересно, можете об этом продукте прочитать подробнее. Так что комбинация хороших современных шин, полного привода и дорожного просвета в 20 см, придает нам уверенности в том, что мы до Сковородино доскачем за один день. Конечно, уедем в ночь, но ничего. И вот, кстати, еще один показатель эффективности работы наших шин. Уже в темное время суток, практически ночью, на одном из подъемов на трассе Лена была буквально пробка из фур. Автомобили не могли взобраться. А действительно, под колесами был практически голый лед. Но мы, в общем, без каких-либо проблем миновали этот перевал, пробравшись, вот так пролавировав между стоящих и сползающих грузовиков. Так что, еще раз, современная зимняя качественная шина – это то, на чем не стоит экономить. И это то, что 20 раз окупится в тяжелой ситуации. Кстати, зимняя шина существует, это так намек, не только для легковых автомобилей или минивэнов, но и для грузовиков. Ну, а дальше нас ждет уже всем хорошо знакомая трасса Амур. Трасса, которая во второй половине 2000-х соединила беспрерывным асфальтом и твердым покрытием, в принципе, Читу и Хабаровск. Надо заметить, что дорога эта сегодня абсолютно жива. По ней довольно интенсивное движение. Есть все больше и больше заправок. Раньше их было крайне мало. Но самое страшное – это знаменитые Амурские волны. Трасса продолжает местами проваливаться. Вроде бы едешь быстро с максимально разрешенной скоростью, и вдруг приходится довольно интенсивно тормозить, поскольку есть шанс подпрыгнуть с отрывом всех четырех колес и начать бреющий полет. Такое случается. Но спасибо эффективным тормозам Peugeot и шинам, поскольку эти шины Continental, нешипованные зимние, очень эффективно работают и на сухом, холодном асфальте. Они позволяют проходить повороты на приличной скорости без намеков на какое-либо скольжение, либо срыв. И, с другой стороны, очень эффективно замедляться. Я думаю, что до Читы, а потом и до Улан-Удэ мы доедем без каких-либо приключений. В конце концов, эта дорога уже хоженая и проверенная. Что ж, страна энтузиастов открывается перед нами, и мы едем дальше на встречу с новыми героями, которые нас ждут в Бурятии. Субтитры создавал DimaTorzok